Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Disassembly. И сегодня мы с вами разрушим и сломаем вот такой вот дом, друзья, просто полет дизайнерской фантазии какой-то. Блин, на самом деле выглядит как будто неумело сделан из картона какого-то, пенопласта и так далее. Посмотрите, что это такое. Это такой дизайн архитектурный. Ну, выглядит дерьмово на самом деле. На мой взгляд, по крайней мере, может быть, это супер дизайнерский дом. И выглядит он круто для некоторых, но явно не для меня. Давайте посмотрим, что тут по планировке. Вот это что за навесная конструкция? Какая-то отдельная крыша? Это типа сюда автомобили загонять вместо гаража? Или для чего это? Давайте заглянем внутрь. Естественно, никакой абсолютно мебели здесь нет. Вот это вот что такое? Очередное дизайнерское решение. Ну, допустим, вот такая вот лестница, которая ведет на второй этаж. Здесь балкончик вот такой вот, в принципе, неплохой. Так, что у нас тут еще на втором этаже? Куча комнат различных. Прямо какой-то миниатюрный лабиринт. Вот это вот что, сауна интересная? Или это типа ванной? Даже что-то вроде воды, смотрите, есть. Так, ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут еще имеется. Так, балкон я уже смотрел, сюда поднимался. На самом деле, на втором этаже не так уж и много различных комнат. Я думал, будет больше. Со стороны этот дом действительно казался гигантским. А в итоге, ну, не такой уж он небольшой, на самом деле. Я вот не хотел бы в таком доме жить. Напишите в комментариях, хотели бы вы заиметь такой дом. Здесь вообще ничего нет. Смотрите, просто свободно можно зайти. Никакой двери и так далее. И вот здесь вот, и вот здесь вот. Что это за такая закоморка небольшая? Как будто сортир какой-то. И вход со стороны улицы. Здесь будто дыра просто в стене. По-моему, этот дом недоделан, друзья. Нужно работяка вызывать. Короче, так себе домишко, конечно. Я бы предпочел что-нибудь менее большое и более практичное. Даже, смотрите, маленькая вот такая лестница есть. Для подъема на горы. Забор здесь в виде таких вот плоских клумб. Выглядит это странно и кривовато. Посмотрите, если посмотреть. Такой себе заборчик, друзья. И вот здесь вот криво. Не знаю, что это за конструкция. Еще какой-то балкончик небольшой. И там прям можно загребать туда мусор, например, друзья, в эту дыру. Так, ну-ка посмотрим с этой стороны. Входной забор. Но я не знаю, зачем вот эта навесная конструкция. Может, просто здесь отдыхать, когда идет дождь, чтобы выйти на улицу и насладиться видом. Или действительно загонять сюда автомобиль. Но тогда каким образом проходить внутрь дома? То есть обходить вот так вот автомобили, которые здесь будут запаркованы. А сюда влезет не один автомобиль, мне кажется. Жалко здесь заспаунить все различные объекты нельзя. Забор из клумб. Вот здесь вот посмотрите, что это такое. Ну что это такое? Некачественный какой-то дом, по-моему. Так, ну что ж, друзья. Мы начинаем приступать. Приступать к разбору. Мне кажется, мы все где-то... Хотя я уже не уверен. Только что посмотрел на цифру. 282 детали, друзья. Я думал, с легкостью мы разберем. Но теперь уже до конца не уверен. Хотя здесь окон куча. Наверняка каждое можно из этих окон разбить. Давайте начнем тогда, наверное, с заборчика, собственно. Открываем калиточку. Оп. С легкостью снимается. Все, это мы выкидываем. И уже минус 2 детали осталось. Всего лишь, друзья, 280. Так, вот эти вот блоки. Там, кстати, фонари, по-моему, какие-то встроены. Такое ощущение. Да, судя по всему, такое вот дополнительное освещение на входе. Так, ну, с этими блоками мы ничего сделать не можем. Мы можем, да, даже и забор, смотрите. Вот так вот разобрать. Давайте все в сторону выкидывать. Так, начнем, в общем, сначала снаружи. А потом уже перейдем к самому дому. Может быть, и фундамент можно будет разобрать. Опа-па. Вот это интересно. Блок развалился на несколько кусочков. И этот тоже может развалиться. Ну-ка, треснем как следует. Что-то не похоже. Ну, я надеюсь, детали не там скрыты, не в этих блоках. Так, это не разваливается. Как-то странно даже. Ладно, оставим это все пока что в стороне. Выкидываем. Так, вот здесь вот, по-моему, два маленьких блока. Да, давайте их отсоединим. Прямо как конструктор лего какой-то. Все, это мы откидываем снова и продолжаем. Опять же с забором. Тут в некоторых местах просто вот такие вот квадратики маленькие. Так, вот, смотрите, снова кусок оторвался. Ну, ладно, разберемся, посмотрим. Может быть, все не так уж и плохо. Главное, чтобы ничего не провалилось под землю. И тогда, я думаю, мы рано или поздно найдем все объекты, все детали. Так, давайте вот как раз-то навесную эту конструкцию теперь уберем. Могу ли я это сделать? Да, прямо сейчас. Вот так вот. Сейчас она рухнуть должна. Хотя, мне кажется, что она останется летать. Потому что она сейчас уже, по сути, рухнуть должна. Так, ну ладно. Да. А нет, смотрите, рухнуло. Ой-ой-ой. И, по-моему, стена какая-то отвалилась. Она треснула пополам, опять же, практически. Так, все это мы выкидываем. И, по-моему, даже вот эта вот крыша, смотрите, треснула. Я вот не знаю, считается ли это за дополнительные детали. Мне кажется, нет. Просто, может быть, тогда этот кусок можно расхерачить на несколько кусочков и таким образом найти дополнительные детали. Я очень сомневаюсь, что это так. Так что мы пока все это откидываем опять в сторону и начинаем, продолжаем точнее разбирать. Вот здесь вот, смотрите, я смог тоже вытащить маленький кусочек. Вот у этой стены не могу так сделать. И тут встает вопрос, считаются ли осколки за дополнительные детали. Ну, вроде как нет. Было, по-моему, 59 сейчас. Я взял вот эту вот стенку. Хоть она и развалилась на два куска, засчитали как за одну деталь. Так что я думаю, все нормально, переживать не стоит. Так, дальше, что мы сейчас будем разбирать? Давайте, что ли, продолжим с крыши. Ну-ка, да, могу я крышу. Уже сейчас, ой-ой-ой, все обвалилось. Вот это внезапно, друзья, 235 деталей осталось. Ну да, блин, из говна и палок сделали дом. Вот так вот. Хочешь заменить черепицу на крыше, и все у тебя обваливается. Так, ладно, давайте разгребать весь этот мусор, отсоединять детали, которые можем еще отсоединить. Эти балки, кусочки стены. Все это мы откидываем, смотрите. Ой-ой-ой, стекло разбилось. Стекло, кстати, после того, как разбивается, просто исчезает. Так, продолжает рушиться наш дом. Смотрите, некоторые детали дрыгаются, как сумасшедшие. Это пол у нас. Давайте, наверное, с крышей продолжим в таком случае. Так, продолжаем. Эм, бывает. Че-то вот теперь я сильно сомневаюсь, друзья, что мы найдем все детали. Только что пол крыши просто пропало. Улетучилось в неизвестном направлении. Окей. Хотя все объекты вроде как нам засчитала игра. У нас, по-моему, 230 было, а сейчас уже 209. Ну, не знаю, будем надеяться на лучшее, конечно. Но мне кажется, бомбу мы опять не откроем. Так, выкидываем крышу. Продолжаем разбирать. Ачивку даже какую-то получил. Так, и дело за малым, на самом деле, уже остается. Посмотрите. Вот такой вот домик. Теперь он даже посимпатичнее, на самом деле, смотрится. 178 деталей, друзья. Ну, все, с крыши я больше ничего не могу сделать. Уже 108. Только я отвернулся, посмотрите, что произошло. Мы можем взять кусок крыши и просто снести все остальное, на самом деле. Вот так вот, друзья. А потом копаться в этом дерьме и искать дополнительные куски. Уже 40, смотрите. По-моему, так даже легче. Так, выбиваем стекла. 20, друзья. Так, нормально. Жалко, здесь не добавили какую-нибудь гигантскую кувалду. Смотрите, сколько мельчайших кусочков. Так, давайте поближе приблизим нашу камеру. Выбьем еще. 10. 4, друзья, объекта. Изи. И изи. 2 объекта. Так, летающий. 1 объект. Вы видите его? Я, честно говоря, ничего не вижу. 1 объект. Пожалуйста. Я надеюсь, что он не провалился никуда. Где же он может быть спрятан? Так, это что за ящик такой вообще? Это вряд ли он. Блин, 1. 1 маленький объект. Наверняка он где-то запрятался. Вот здесь вот. Где-то он левитирует, наверное. Не упал еще. Или, может быть, надо его отсоединить от какой-то конструкции. Давайте еще на всякий случай вот такую зачисточку сделаем. Проведем все это вот так вот. Я подозреваю, что нам сейчас придется искать иголку буквально в стоге сена. В стоге вот этого хлама. Найти одну крошечную, мне кажется, деталь. Так, ну все. Я разбиваю стекла, конечно, но это особо не помогает. А, погодите. Я каким-то образом нашел, друзья. Нашел последнюю детальку. Повезло. Разблокировали бомбу. И это было очень быстро. Смотрите, за 10 минут всего лишь мы управились. Я на самом деле думал, что у нас времени гораздо больше уйдет. Так, давайте снова загружаем дом. И теперь мы можем задействовать бомбу, друзья. Так, смотрите, сверху она спавнится. Уже сносит часть дома. Так, блин, на самом деле я хотел как раз-то на крышу ее и расположить. Но она будет скатываться оттуда. Жалко ее зафиксировать нельзя. Эту бомбу где-нибудь. Ну да, если я ее сюда засуну, то она скатится. Блин, ну во-первых, она уничтожила крышу. Хотя, смотрите, держится. Давайте сначала засунем на крышу, а потом запихнем в дом попробуем. Так. Отдаляем камеру. Устраиваемся поудобнее. И взрываем. Погнали. Разносится дом на мелкие кусочки. И сразу уже ноль деталей, друзья. Да, ну, хлипковат, конечно, домик. Смотрите, мы можем прямо в самую гущу событий заглянуть. Стекла рассыпаются. И камера застывает. Мы можем осмотреть все осколки. И только потом перемотать дальше. Блин, да, не повезет, наверное, человеку, который будет находиться в этом доме. Или даже вблизи, даже если вот здесь вот в уголку будет стоять. Мне кажется, какой-нибудь осколок, ну и взрывная волна, естественно, его заденет. Так, давайте немножко скорости прибавим. Да, посмотрите, прямо осколки летят в меня. Хотя стекла исчезают все-таки. И мы не можем с точностью удостовериться, что осколки разлетаются так далеко. Так, и последний кусочек, друзья, это, по-моему, крыша осталась сверху. И почему-то она подергивается как-то странно. Так, давайте еще немного перемотаем. Посмотрите, прямо напалмовый дождь какой-то палился. Все, да, ноль деталей сразу же. 36 секунд, друзья. Давайте теперь засунем бомбу куда-нибудь в дом. Надо как-то аккуратно... Хотя бы вот сюда вот можно засунуть. Вот здесь вот снять еще. Несколько частей. Почему-то я не могу это сделать, на самом деле. Ну-ка, аккуратненько стеклышки, друзья, чтобы не разбить. Тихонечко, тихонечко вот сюда. Твою мать! Я просто уронил маленькое окошко, и полдома уже разнесло. Но не полдома. Это, конечно, сильно сказано, но все равно. Это же маленькое стеклышко. Давайте его куда-нибудь подальше выкинем. Так, теперь... Нет, все равно не могу. Давайте рамку, наверное. Рамку тоже не могу сдвинуть. Блин, придется, наверное, стену разбирать. А сейчас рухнет и крыша. Да я даже и стену не могу разобрать, на самом деле. Так что, по сути, только на крыльцо, на этот балкончик я могу засунуть бомбу. Внутрь дома не получится, если я вот эту вот стену, например, уберу. Я ее даже убрать-то не смогу. Без разбора крыши. Так, эту часть тоже вряд ли. Блин, хочется какое-то отверстие проделать и засунуть туда бомбу. В дверной проем бомба точно не влезет. Хотя... Ну-ка, давайте заспавним. Давайте посмотрим. Заспавним бомбу. Так, ну, блин, спасибо, бомба. Почему я не могу выбрать место, где она спавнится? Она уже и так разрушила пол дома. Давайте рестартнем, наверное. Так, сейчас по-быстрому рестартнем. Допустим, если я вот сюда перемещусь и вызову бомбу. Она... Да, все равно на дом пойдет, друзья. Так, что здесь не получится, похоже, сделать задуманное мной. Так, ну-ка. О, а если мы сделаем вот так вот? Во! Должна, должна бомба... Хотя нет, слишком... Слишком низкая стена. Да, бомба все равно не влезет. Давай, бомба! Тяжелая зараза. Так. Да не, нифига не влезет. Выбивая стекла. Ну, чуть-чуть, смотрите, не хватает. Совсем немножко мы можем сюда переместиться. И попробуйте на себя тащить бомбу. Давай, зараза. О, нормально. Дырочку побольше проделали. Но, естественно, опять же, пол дома сейчас рухнет. Потому что он сделан из сраного пенопласта дешевого. Так, ну, залезай ты. Было же все нормально. Че она остановилась-то? Во! Все, отлично. Итак, друзья, теперь мы расположили бомбу внутри дома. От дома, конечно, мало что осталось. Давайте куда-нибудь даже туда попробуем запихать. Не, она просто укатывается. Блин. И вместо того, чтобы поправить положение, у меня вращаться начала камера. Так. Может, все-таки получится? Нет. Ну, ладно, давайте вот здесь вот под лестницей ее оставим. Да, ну, как вы видите, пол дома уже практически рухнуло. Ну, ладно. Мы все равно сможем насладиться зрелищем. Сейчас посмотрим, изменится ли направление различных деталей, осколков и так далее. После взрыва. Так, взрываем, друзья. Да, изменилось. Вот это уже получше. Взрыв. Большинство деталей теперь приняло такой шарообразный вид. Смотрите. Вот это вот прикольно. Вот теперь точно, с какой бы стороны вы ни стояли, вас чем-нибудь дозаденется. Смотрите. Такой взрыв. Можем остановить, даже паузу поставить. Прямо шарообразный хлам получился. Ну и тоже ноль деталей. Да, подчистую сносит дом. Фундамент мы разобрать не можем. Смотрите, как будто ураган на самом деле снес какой-то, опять же, дом из пенопласта. Так, ну-ка, повыше чуть заберемся. Посмотрим, как это все с высоты птичьего полета выглядит. К сожалению, я выбраться из этого помещения не могу, и это максимальная высота. Жалко. А тут такое ощущение, что крышки никакой нет, и мы можем прилететь куда-нибудь, отлететь куда-нибудь подальше. Тут даже серая вот эта вот область ограничивает вас. Вы можете, конечно, залететь за серую область, но далеко вы все равно не улетите. Видите, что-то мешает. Так, ну ладно, давайте воспроизводим. Все медленно. Вот так вот красиво. Ну, красиво, симпатично смотрится. Этот взрыв явно лучше, чем предыдущий, когда мы поставили все на крышу. И теперь просто дождь, смотрите, из различных осколков, кусочков. Чуть не пришибал меня. Да, все-таки было бы круто, если бы в этой игре можно было добавлять различные объекты. Мы бы понаставили здесь манекенов и проводили эксперименты различные. Выжили ли в такой ситуации люди или нет. Так, ну, собственно, за минуту мы снова расправились. На самом деле можно и за секунду буквально. Вот, смотрите. Быстро спауним. Бомбу тут же ее взрываем. Перематываем быстро. И сколько времени я затратил? Нисколько, ноль секунд, друзья. А нет, три секунды все-таки. Ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.